Приветствую вас, и если говорить о том, что с вами не так, то, наверное, здесь ситуация следующая. Вы не чувствуете себя женщиной. То есть вы, у вас все хорошо на работе, вы чувствуете себя реализующейся как субъект трудовых отношений, но даже встреча с мужчиной ради секса и для секса, то есть сексуального удовлетворения, не приносит вам полноценного ощущения, что вы являетесь женщиной. То есть вот именно женщиной вы себя не чувствуете. И отсюда, по моему мнению, ваша основная проблема. Вы чувствуете, что что-то не так именно по этой причине, по причине того, что вы не ощущаете себя женщиной. Что можно сделать, чтобы это изменить? Спрашивайте вы, и я могу вам на это рассказать примерно следующее. Во-первых, проработать ваши предыдущие отношения, как уже сказали мои коллеги. То есть совершенно необходимо понять, почему вы выбирали таких мужчин, которые являются зависимыми, являются со-зависимыми. Совершенно необходимо проработать ваши детско-радительские отношения. Потому что то, что говорит ваша мама, и то, как вы на это реагируете, то, что вы боитесь, что мужчина действительно будет приставать к вашей дочери и так далее, это страх. И страх этот не реальный, не рациональный, он мистический. И вопрос заключается в том, откуда он идет и почему он вам мешает. Далее, еще один важный пласт, который вам необходимо разобрать, это план досуга. Вы используете свой досуг, вы используете свое время, вы используете, ну, как бы, свои свободные минуты для того, чтобы, например, либо вы пьете вино, как вы говорите, либо вы пьете вино, либо вы с детьми там что-то делаете, да, то есть, либо вы с детьми рисуете и так далее, и так далее, и так далее. Модель здесь следующий, что ваш досуг нуждается в качественном изменении. Вам необходимо бывать в местах общественных, культурных, культурных, где люди в этих местах встречаются действительно, ну, такие разные, серьезные, как бы, разносторонние и так далее. Чтобы вы могли общаться с людьми, чтобы вы могли общаться с мужчинами. Следующий момент заключается в том, что у вас по какой-то причине нет подруг. Это также очень важный момент. Почему у вас нет подруг? Подруг, с чем связан этот факт? Вы что, получается, не умеете выстраивать отношения? Вы что, получается, не умеете дружить? Дружить. Возникает вопрос, почему вы не умеете дружить? Ведь это очень важно, это необходимо. Дружить нужно. Что мешает вам дружить? Что мешает вам выстраивать дружеские отношения? Это тоже не очень понятно. Но это необходимо выяснить. Потому что иначе, по-другому, вам никак не помочь. Друзья нужны. Нужна, условно говоря, общественная, социальная активность, которой у вас практически нет. И вот это является еще одной причиной. Это еще является еще одним направлением, в котором вам необходимо работать, в котором вам необходимо работать с психологом. Следующее, это требования. Требования к мужчинам. Вот вы пишите здесь такую вещь, что Значит, вам обязательно нужны мужчины амбициозные, финансово подкованные, с высшим образованием, 31-37, желательно, чтобы уже были дети в прошлом браке. Так, как расшать больше не хотите. Откуда столь требовать столь четкие требования? Вы понимаете, что это рамки для вас? Что есть амбиция, по вашему мнению? Что есть финансовая подкованность, по вашему мнению? Вы понимаете, что с подобным взглядом на ситуацию вы просто-напросто отпугиваете, отталкиваете от себя возможных мужчин. И поэтому вы до сих пор равны, потому что у вас слишком вот эти вот требования, они стоят на первом месте. А если человек не амбициозный? А если человек там недостаточно финансово подкованный? Он что, меньше мужчина от этого? То есть, понимаете, ситуация заключается в том, что вам надо отходить от этих жестких рамок. Люди не такие существа, которых можно взять и стиснуть в определенные рамки. Люди – это многомерные существа, и каждый человек – это индивидуальность, каждый человек – это уникальное. Это уникальное живое существо. И вы, ставя рамки, обезличиваете людей, вы выбираете людей. Этот мне не подходит, тот мне не подходит, и так далее, и так далее, и так далее. Это не является правильным. Потому что нельзя в подобной позиции подходить к выбору мужчин. Нельзя в подобной позиции ожидать, что у вас что-то может с мужчинами получиться. Потому что мужчины, скорее всего, чувствуют, что вы просто-напросто их воспринимаете, как на прилавке товар. Вот смотрят, этот товар мне подходит, а этот товар мне не под не подходит. И, конечно, мужчине не будет приятно, что вы вот так вот обращаетесь с ним. И, собственно, поэтому, скорее всего, вы одна. И поэтому вы не можете подсчитывать себя женщиной, ведь вы мужчине не даете подсчитывать себя мужчиной. Вам нужно пересматривать и переформировать вашу, я бы сказал, вашу линию, позицию, модель женского поведения. То есть, какой женщиной вы хотите быть в отношениях? Что вы можете дать мужчине? Какая женщина нужна мужчине вашему, в котором вы хотите встречаться? Вот, например, тот мужчина, которого вы описали, да? Он, этот мужчина, какую женщину хотел бы видеть перед собой? Соответствуете ли вы образу этой женщины? Можете ли вы всегда дать такому мужчине то, что ему нужно? Вот в чем большой вопрос. И вот над всем этим нужно работать. Потому что у меня сложилось ощущение, что вы позиционируете отношения, ну, свои отношения, конечно, я имею в виду. Вы позиционируете свои отношения, как я хочу. А это не совсем правильно. Отношения позиционируются не с позиции «я хочу», Ага, отношения позиционируются позиции «что я могу дать». Вот это куда более справедливая позиция. Куда более верная позиция. Это то, что вам нужно для себя уяснить. И если вы готовы над собой работать, если вы готовы над собой, если вы готовы менять, точнее, себя, если вы готовы что-то изменять в своей жизни, то вам предстоит работать с психологом. О проработке тех проблем, которые я описал. Это не одна консультация, к сожалению. И, скорее всего, не две и не три. Это планомерная работа по ряду направленных направлений. Следующий момент, последний момент. Это момент, связанный с вашей мамой и духом противоречия. Во-первых, откуда у вас этот дух противоречия? Откуда он взялся? Как защитный механизм, конечно же. Это понятно. Другой вопрос в том, на основе чего этот защитный механизм появился. Почему он появился? Почему он появился? Что заставило его появиться? Это тоже очень важный момент. Мы готовим вам, как необходимо, вместо психолога, которого вы выберете для работы, найти ответ. Почему вы верите своей маме? Почему вы полагаете, что мужчина обязательно будет приставать к вашей дочке? Мама говорит. Ваша мама говорит о чем-либо. Ко своей точки зрения. Но почему она это говорит? А почему вы об этом думаете? Почему вас это так волнует, задевает, если угодно? С чем связан данный аспект? Попробуйте на этот вопрос тоже найти ответ. Он очень важен, этот вопрос. Он очень важен, эта тема. Потому что, в противном случае, в противном случае, вы так и останетесь в этой же позиции. То, что у вас проблемы с памятью, с этим нужно обратиться к врачу и вообще пройти медицинскую обследование. Ваши дети, они уже достаточно взрослые. И будет лучше, если с ними будет проводить время, например, даже ваша мама. Чтобы у вас, чтобы у вас было больше времени для того, чтобы принадлежать самой, себе. Чтобы быть той, кем вы, по сути дела, являетесь. Помимо всего прочего, вы еще и женщина. И вот об этой своей роли, о роли женщины, не сексуального объекта, не партнера, а именно женщины с большой буквы, вы забыли. И, может быть, вы забыли, потому что у вас, когда-то, какие проблемы с моделью в этом поведении. Но тогда в этом вам может быть помочь. Что касается увеличения объема на работе, на работе здесь я вообще не понял, для чего и зачем вы это написали. То есть вы пишете, а моя начальница увольняется, резюме свои я отправил. Куда вы отправили свои резюме, зачем вы отправили свои резюме, потому что вам не хочется работать еще больше, но вот вам же и платить будут еще больше, наверное. Обговорите это, обговорите это в начальство, поставьте свои условия, если вы ценный сотрудник, вас просто так не уволят, а договориться можно всегда. Далее, у меня есть ощущение, что вы слишком требуетесь. Понимаете, вы не принимаете в себе в какие-то моменты, и не принимаете в других в какие-то моменты. Вот, безусловное принятие себя, такое, какая вы есть, это то, что нужно вам сделать в первую очередь, чтобы вы принимали не только себя, но и других. А это все-таки работа. Ну, в принципе, вот то, что я хотел вам рассказать. Что вы можете сделать, чтобы это изменить? Надеем, работать с психологом. Это то, что вы можете сделать. Сами, что вы можете сделать. Ну, а сами вы можете перестать пить вину. Одна. Сами вы можете записаться на какую-то выставку, культурное мероприятие, спортзал и так далее. Сами вы можете продумать ответы на те вопросы, которые я задавал. Чтобы как можно лучше понимать для себя реальную картину вещей. И те мысли, которые придут к вам, когда вы будете думать над ответами, те мысли и будут основанием для того, что вы можете сделать. Так же, вот, например, когда вы пишете себе такую вещь, что летом вы общались с мужчиной, удовлетворяющим все ваши требования, а вы его требования удовлетворяли. Понятно? Но когда в 35 он берет суды на обучение, и что? Что в этом плохого? Почему человек не может в 35 лет учиться? Не хочу соберзать никого. А он просил вас его соберзать, он просил вас денег на обучение. Не очень понятно этот момент, этот момент. Если вы общаетесь с человеком, который удовлетворяет вашим требованиям, то как минимум вам нужно что-то сделать для него. И здесь возникает вопрос, готовы ли вы вкладываться в отношения, готовы ли вы отдавать в отношения? Если нет, тогда вам отношения по расчету. И помните, что виртуальное общение ничему хорошему не приведет. В виртуальном пространстве люди обладают определенными особенностями. И пришли им в интернет, они далеко не хорошей жизни, скажем так. И эта далеко не хорошая жизнь, мешает им воспринимать вас так же, как это можно было бы сделать, если бы вы были реальным субъектом деятельности в таком-то реальном мире. Это тоже нужно по возможности очень четко для себя понимать. И поэтому вам необходимо расширять территории, где вы бываете. Вам необходимо расширять свой досуг. Вам необходимо меньше бояться детей. Работать со страками, с моделью женского поведения. С позиционированием себя в отношениях. А также проработка прошлых ваших отношений, которые закончились очень неудачно. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok